В США прошли дебаты республиканцев. Украина была одной из тем. В США прошли дебаты кандидатов в президенты от республиканской партии. Одной из тем стала поддержка Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Associated Press. Дебаты прошли в городе Милуоки в штате Висконсин вечером 23 августа. В них приняли участие 8 кандидатов, в том числе один из фаворитов губернатор Флориды Рон Десантис, при этом бывший президент США Дональд Трамп не участвовал в дебатах. Он в этот момент давал интервью Fox News, где в основном критиковал политику Джо Байдена, как пишет издание AP, дебаты республиканцев показали разногласия внутри партии. В частности, это касается поддержки Украины, запрета абортов в США и поддержки возможного кандидата от партии на выборах президента в 2024 году, большинство кандидатов республиканцев пообещали, что будут поддерживать Украину в войну с Россией. Исключением стал Вивек Ромасвами. Этот кандидат – новичок в политике, который является технологическим предпринимателем, его позиция была достаточно агрессивной. На вопрос о том, поддерживает ли он увеличение военной и другой поддержки Украины, Ромасвами заявил, что выступает против. Он назвал такой подход «катастрофическим». По его мнению, Украина не является приоритетом для США, а Вашингтон должен сосредоточиться на южной границе, имея в виду Мексику и мигрантов, остальные кандидаты такую позицию новичка-кандидата раскритиковали. Ники Гели заявила, что Ромасвами не имеет опыта во внешней политике и не понимает роли США в мире, мы должны знать, что Украина – это наша передовая линия обороны. Он хочет отдать Украину России, он хочет допустить Китай в Тайвань, он хочет прекратить поддержку Израиля, сказала политик. Трамп идет на выборы. Напомним, Дональд Трамп был 45-ю президентом США в период с 2017 по 2021 год. Он уже объявил, что будет баллотироваться на выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года, согласно опросам. Сейчас Трамп является лидером среди кандидатов-республиканцев. Чтобы попасть на выборы, он должен победить конкурентов из партии в Промерис. Следует отметить также, что против Дональда Трампа есть четыре судебных иска. Больше о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.